мы продолжаем наш цикл уроков по предмету истории пророков сегодня мы пришли племени гуда алиссалям ади там а.д. хуми худо как говорится в куране аллах субхану атааля упоминает нам о потомках кого ну хали салям то есть один из потомков ну хали салям кто был от его звали от и от него пошло племя племя аддитов они жили где такая пустыня есть на сегодняшний день рубль хали пустая четверть она находится где в саудовской аравии почему в куране очень много приходит относительно аддитов и относительно самудитов до племя салиха племя ада племя ибрагима алиссалям народ ибрагима да эти общины они жили на арабском полуострове и арабы очень хорошо знали их историю и арабы очень хорошо знали их историю поэтому аллах субхану атааля очень много очень часто упоминает их в куране и говорит арабам времени пророка мухаммада салла что вы знаете такой народ который жил до вас что с ними произошло кто к ним был отправлен и аддиты это такое племя то они тоже верили в кого верили в аллах верили в аллах но вместе с тем что они сделали они после того как аллах спас муха алиссалям и племя муха алиссалям и после того как муха алиссалям ушел из этого мира были вот племя ааддитов они тоже начали что делать они знали кто такой ну алиссалям они помнили что был такой пророк муха алиссалям и что племя что она делала что происходило но и все равно не что сделали они фасад на земле распространили они начали предавать аллах анаталия со товарищей то есть щирк начали делать и приходит пророк салал алиссалям приобрел пророк гут алиссалям приходит и что делает наставляет упоминает оди там о том что они заблудились но теперь вот есть очень важное правило относительно истории пророков а когда приходят пророки пророки приходят тогда когда уже в племени не остается никого кто бы напоминал то есть аллах анатали это суннатула закономерность аллах анаталия что аллах отправляет пророка какого-то когда племя полностью заблудилась и среди них не осталось хотя бы одного бы кто бы напоминал и о делал давать делал на усиление да что не надо заблуждаться не надо оставлять поклонение аллаху не надо предавать аллах сотоварищей когда таких не остается приходит что приходит пророк и после того как приходит пророк младеза и те кто его отвергают что происходит аллах отправляет уже наказание что произошло во время удали из целя с народом аддитов они ты это такое племя было аллах субханава тааля им дал такой не амад такое благе что они никогда не болели то есть аллах им дал очень хорошее здоровье их не тела не были были такими как как горы говорит до такой степени что фаста к вару фил арды биллой рель-хак его калюман ащаду минна кува то есть аллах субханава тааля дал им такую силу такую мощь дал и что любое племя бы который не нападало на аддитов они терпели поражение и у аддитов было тело так такое твердое такое жесткое было что даже в некоторых лива это приводится что даже дикие звери не могли причинить вред они там что ничего не боялись на земле и поэтому они же сказали на ащаду минна кува если такие которые кто будет сильнее нас то есть в таком формате то есть до такой степени у них дошел кибр высокомерия что они начали некоторые считать себя богами начались сейчас ягод то есть вот нам на этой земле никто не вредит значит мы потомки кого мы потомки богов атаку формацию прошел с ширка до такой степени и также вот смотрите например очень важный момент есть такое понятие как на все для улана есть амара бису то есть нас который постоянно повелевает плохом есть нас для улана до в куране приходит на все лавана и аллах субханава та аля клянется этим видом нафса то есть тот нас который себя порицает постоянно что произошло происходит когда человек отдаляется от аллах начинает забывать аллах она то ли над ним берет верх его эго страсти нас начинает дать над ним вверх она что приносит он болезнь приносит когда нас начинает брать вверх это как будто болезнь своего рода депрессия происходит отдаление от аллах но иман у имана у души есть своего рода иммунитет это богобоязненность иман и долгое время не проходит этот иман этот иммунитет своего рода что делает он побеждает нас побеждает человек какой-то грех совершает он чувствует что он отдаляется от аллаха и после этого перебарывает себя и что происходит он обратно возвращать скала спорта это называется нас и лавана так вот когда приходит вообще от аллаха она так когда человек так вот сам собой борется до со своим нас сам борется иман свой совершенствует богобоязнь совершенствует этот человек находится под благом аллах спана а под не матом аллах спана а вот когда его нас появляет им только плохое и он не перебарывает нас от аллаха приходит что по милости аллаха приходит помощь от аллаха приходит какое-то назидание аллах отправляет того человека отправляет либо ученого отправляет знающего человека отправляет который говорит вот чтобы тебе перебороть да тебе надо сделать толпу тебе надо сделать истихфар тебе надо делать вот это вот это вот это вот это ограница от этого и так далее это своего рода приходит от аллах она вот или что от Аллаха приходит посланник. До, например, Бану Исраиль, у сынов Израиля, было очень много пророков. Почему? Потому что они уходили туда. Куда? В сторону Наса. Амара Бессу. Туда они уходили. То есть полностью заблуждались. К ним новый пророк приходил и опять наставлял на прямой путь. Есть такой хадис. Конечно, это хадис не сильный, слабый хадис. Но в котором говорится, что пророк Мухаммад говорит ученые моей умы, они как посланники Бану Исраиль. То есть если ты хочешь получить поддержку от Аллаха, помощь от Аллаха, чтобы перебороть свой нас, перебороть свое эго, тебе надо что сделать? Слушать ученых. Так вот, относительно каждого человека и относительно общества, в общем, да, Аллах, субханава тааля, каждому человеку и каждому обществу отправляет посланника. Есть такой аят, в котором говорится, что любая община, к ней приходил кто? К ней приходил тот, кто предостерегал от наказания Аллаха, субханава тааля. Так вот, так же вот адиты, что с ними произошло? Они заблудились, и Аллах отправил им посланника, Гуда, алейиссалям. Когда Гуда, алейиссалям, пришел к адитам, он кто был? Ваиля аддин ахогум Гуда, говорит. В суре Аарав и в других сурах мы отправили адитам их брата, Гуда, алейиссалям. То есть, посланники, они не иноземцы, они не иностранцы, они братья этих народов. То есть, один из них, из адитов, Аллах, субханава тааля, самого лучшего выбирает. Ина Аллаха. Аллах выбирает из числа ангелов, из числа людей, кого посланников выбирает. Так вот, из числа адитов, Аллах, субханава тааля, выбирает самого лучшего из них, которого они знают, что он самый лучший. Они знают, что он самый праведный, что он честный, он не врет. Да, он самый достойный. Вот такого выбирает и отправляет к ним, кого посланникам? Вахима отправляет. И делает его посланником, делает его пророком и отправляет к своему племени. И Гуд также, он был кем из числа адитов был. И он пришел к адитам и сказал, сегодня мне Аллах, субханава тааля, наш Создатель, Аллах, которого также и вы верите, он отправил мне откровение. Он хочет от нас вот это, вот это, вот это, вот это. В таком формате. И когда Гуд пришел к адитам, первое, что он сказал, он сказал, вот мне вот что-то пришло, я вот то, что сейчас вам буду говорить, я за это плату не буду брать. ля ас-алюкум алейхи аджра, ин аджре илля аля лязи фатарани. ля ас-алюкум алейхи мала, ля ас-алюкум алейхи аджра. Вот таких вот форматов в Коране очень много приходит. Гуд, когда приходит, он в первую очередь, что он говорит? Меня Аллах к вам отправил. Я за то, что вам что-то сейчас принес от Аллаха, от Аллаха весь принес, от вашего Создателя весь принес, я за это плату не буду брать. И ученые наши поясняют, ученые ислама говорят, что почему за это аджр не берется? В первую очередь, аджр не берется, почему? Потому что это хак, это истина. За истину ты аджр не можешь брать. Ты за это плату не можешь брать. Вознаграждение за то, что... Это вот в первую очередь. Почему? Потому что за то, что платится, да, в этом месте что? Есть какая-то... У человека сразу появляется мысль, что он говорит, в этом месте для него польза. Поэтому он это нам говорит. А так бы, если мы ему не давали деньги за это, если это было бесплатно, он бы это не говорил бы. Поэтому всегда религия распространяется как? Религия распространяется бесплатно. Хак, истина от Аллаха, она какая? Она бесплатна. Следующий момент. Второе пояснение этого. Ученые наши ислама говорят, что за то, что ты принес, ты от человека вознаграждение получить не можешь. Он не может тебе дать. То, что ты ему гидая принес, ты ему тавфик принес от Аллаха. То есть, Аллах дает тавфик этому человеку, Аллах дает ему гидая, наставление на прямой путь через тебя. И когда ты передаешь этому человеку, учишь его истине, учишь ему ислама, учишь его поклонению, учишь ему ля-иляхи-лла-мухаммад-расулла, за это, за вот то, что ты научил, он не сможет, пусть он полностью, всю жизнь его посвятит, чтобы выдать тебе, да, плату за это он не сможет выдать. То есть, человек, за то, что ты его научил, наставил на прямой путь, да, посредством Аллаха, он не сможет тебе выплатить никогда. Поэтому, ты получишь, за это вознаграждение только где? Только в охране. Только Аллах может за это дать вознаграждение. Поэтому, призывать в прямом пути, даже всех людей, ты одному человеку научишь, а он всех их научит. Например, весь Казахстан научит, либо весь мир научит. И потом со всех соберет плату, говорит, со всех плату соберет, за хидаят, и тебе отдаст, говорит, это все равно что? Это не закроет, говорит. То есть, хидаят, то есть, который ты, Аллах тебе, тебя отправляет, научить кому-то, призвать кому-то, и ты кому-то обучаешь эту религию, он неоплачиваемый. То есть, он такой дорогой, что никто его, да, вознаграждение за это, выплату дать не сможет только Аллах, субханава та'аля. То есть, есть два пояснения. И следующее, что Аллах, субханава та'аля, говорит, говорит, гуду, чтобы он научился во племени. Первое появление. Первое появление, это что? Первое появление, я пришел от Аллаха, говорит, инни лякум назиру намин, да, фатта куллаху ата'алюн, бойтесь Аллаха и подчиняйтесь мне. И потом он говорит, что? Астагфиру роббакум, сумма тубу илейхи. То есть, чтобы получить вот этот хидаят, человек должен что делать? Он должен, во-первых, чувствовать, что? Чувствовать, что у него есть создатель и чувствовать, что он, человек, перед создателем, он что? Он ущербен. То есть, он полностью должное относительно создателя не выдает. То есть, Аллах меня для чего-то создал, Аллах меня создал, Он для чего-то меня создал, а я вот эту функцию свою не выполняю хожу просто так не знаю что мне повелено для чего я создан вот когда человек вот это вот чувствует он что делает он что делать он он уже готов принять от аллах спана то готов принять от аллах и дает и чтобы это принять что надо и стих фар надо сделать и табу надо сделать первое то что начинается чего начинается иман до повеление гуда али исталям относительно своего племени своем племени то что он говорит это истарфиру робок сумма тубу или попросить у аллах она то ли прощения и сделайте таба сделайте покаяние если вы сделаете это покаяние какой будет пользу во первых аллах простит потом все сделать вашу толпу примет разница между истих фарами таба какая истих фар это просить прощение за то что ты уже сделал такие грехи которые ты уже сделал а польза толпа в чем в толпа есть очень важный шарт очень важное условие есть чтобы толпа была считалась толпа и применималась что ты никогда больше этого делать не будешь ты каешься и решала все вот то что я сделал прости меня и впоследствии будущем я уже к этому греху никогда не вернусь вот это будет толпа то есть просить прощение то что прошло то что ты уже сделал что ты что-то там нарушил и будущем что это ты уже больше нарушать не будешь это ты делать больше не будешь если такая толпа у человека есть что приходит сразу приходит хидает аллах от аллах сразу приходится сразу приходит наставление от аллах споната и поэтому мы же говорим вот если перед тобой какой-то выбор ты не знаешь какой выбор сделать какой будет правильнее что будет более богобоязненно что будет полезно тебе не навредит твоей религии не навредит твоей жизни не навредит твоему иману ахирату твоему то что надо сделать надо делать и стих фар надо сделать толпу поэтому и стих фар если у тебя есть даже грехи нету у тебя грехов ты будут вообще ты сидишь дома ничего ты не делаешь никаких грехов ты не делаешь ни с кем не ругаешься ни с кем не споришь никого не бьешь никого не обманываешь да и вот перед тебе надо что сделать? Надо сделать выбор какой-то. Либо получить от Аллаха какую-то помощь. Ты испытываешь, может, какую-то олень испытываешь, какую-то слабость ты испытываешь, какую-то депрессию испытываешь. Что надо делать? Надо постоянно делать истихфар. Есть у тебя грехи? Нет у тебя грехов. И поэтому все пророки, все пророки есть. Аман ар-расуль. Мы читаем. Аман ар-расулю. То есть, когда Аллах описывает всех пророков, Он говорит, что верующие говорят, что мы веровали всех пророков. И пророки сказали, говорит, пророки сказали. В одном тассире говорит, пророки сказали, говорят, все верующие говорят. Все верующие, пророки, не пророки, все говорят. Уфранака. Они просят у Аллаха прощения, Аллах. Почему? У пророков грехов нету, но все равно они просят, что прощения Аллаха. Почему? Потому что в этом есть очень великая, большая польза. Это что? Это наставление, ядояд. И также Гуд говорит в своем племени. То есть, смотрите, вы когда кому-то что-то объясняете, говорит, вот, чтобы получить вот такую какую-то пользу, да, получить какую-то пользу, тебе надо сделать вот это, вот это, вот это. Либо кого-то предостерегаете, чтобы вот такой вред тебе не пришел, тебе надо сделать вот это, вот это, вот это. И потом мы объясняем, что начинаем говорить. То есть, как человек оградить себя от дурного и как он получит какую-то определенную пользу. Так вот, Гуд, алейхиссалям, приходит к Адитам и говорит, уверуете в Аллаха, ширк не делайте, уверуете в том, что я пророк Аллаха, сделаете таба и будет вам следующего такие, вот такая вот такая польза. Что, какую пользу он говорит? То есть, то ниома, которое Аллах вам дал. То есть, те блага, которые Аллах нам дал. Мы от них полноценно, сто процентов пользу получить не можем, кроме как с позволения Аллаха. Кроме как с помощью Аллаха. То есть, понятно, да? Аллах нам дал какое-то благо. Мы это благо хотим использовать. Оно вот уже у нас в руках, оно вот у нас уже есть это. Но, чтобы его хорошенько, на сто процентов использовать, опять что надо? Опять надо сделать табу, надо щукры сделать. И тогда Аллах даст возможность полноценно, на сто процентов, правильно использовать это няма. Например, у кого-то какие-то деньги есть. Он где-то работал, заработал денег. Много заработал. Например, 300 тысяч, 400 тысяч заработал, да? Месячную свою получку заработал. Теперь, чтобы вот эти деньги в правильное русло использовать, направить. Чтобы стопроцентно, полезно их использовать, что надо? Опять, помочь Аллаху надо. Чтобы заработать эти деньги, надо помочь Аллаху. Чтобы правильно использовать, опять надо помочь Аллаху. И вот Гута говорит Адитам, Аллах вам дал силы, говорит, Аллах вам дал силы, говорит, это мощь, но чтобы правильно его, чтобы эту силу полноценно, стопроцентно использовать, весь потенциал использовать, что надо сделать? Опять надо истихфар сделать, опять надо таба сделать, Аллах, он даст вам возможность, эти блага полноценно из них наслаждение получить. И также в другом аяте, в суре Гут, Аллах говорит, что Гут сказал своим племеням, язидкум куватан иля куватикум, что сделает он? Аллах прибавит вашим силам еще сил, то есть вы и так самые сильные, вы и так самые могущественные, да? Но если вы таба сделаете и стихфар сделаете, от этого ваша сила не уйдет, наоборот, Аллах еще вам прибавит. И вот этот аят очень много мы используем, когда устаем, когда какую-то тренировку делаем, либо куда-то идем, у нас этот аят очень много наши хаджи используют. Во время хаджа, что тавав делаешь, во время хаджа куда-то идешь, на джамарат идешь, кидаешь там, каждый день по 30 километров проходишь, да? Устают. Что надо говорить? Что надо делать, чтобы не уставать? Истихфар надо делать. Истихфар делаешь, и ты. Как только начинаешь делать истихфар, сразу ощущаешь силы в себе. Что Аллах дает тебе могущество, дает тебе сил, дает тебе возможность закончить, полноценно закончить твой айбадат, твое деяние. Аллах отправит вам облака, наполненные дождем. Очень важный момент. Почему именно относительно племени Гуд? Аллах говорит, что если вы сделаете стихфар, Аллах отправит вам дождь. Аллах отправит вам благо. Адиты и так-то жили в уазисе. Это сегодня место, где они жили, стало тем пустыней. Но во время, когда там жили Адиты, это был уазис. И Аллах им все дал. И реки, и горы, и море рядом, и все блага, и животные, все там было, говорит. Но когда они отвергли Гуда, сказали, Гуд лжец, они сказали, что он лжец, и у него сафаха. Сафаха это что? Что он разума лишенный. Почему они сказали, что он разума лишенный? Например, относительно Нуха, его племя, племя Нуха, сказали, Нуха, что он явно заблудший. А относительно Гуда сказали, Те, которые сказали, отвергли Гуда, они сказали, что он ума лишенный. Почему? Потому что, как приводится в ревоятах, Гуду, Гуда, в него уверовал только один человек, говорит. Один только последователь был, говорит. Поэтому, если у Нуха, алей-иссалям, была му'аджиза, и у других пророков, у Муса, алей-иссалям, была, что? Трость. И тоже были му'аджизы, он море разделил, говорит. И тоже другие му'аджизы, очень много было. У пророк Мухаммада, алей-иссалям, было му'аджиза. У Салиха, алей-иссалям, было му'аджиза, да? У всех, прости, пророков, что есть му'аджиза. Аллах, Субхану Ат-А'ля, относительно Гуда, алей-иссалям, говорит, у него му'аджиза не было. Ни в одном аяте Корана не приходит, что у Гуда, алей-иссалям, была какая-то ая, какая-то му'аджиза была, какое-то чудо он мог явить, посредством которого они уверовали. Почему так произошло, говорит? Во-первых, в этом есть для нас назидание. В том, что, чтобы призывать к пути Аллаха, к религии Аллаха, не обязательно обладать каким-то караматом, обладать каким-то чудом. Нет, достаточно чему? Ну, достаточно из-за того, что ты разумом, ты доводами, какими-то достоверными, да, призываешь людей к религии Аллаха, то есть на логическом, на разумном основании, да, то есть говоришь людям, подумайте, если вот так, это вот так, вот так, устраивая какие-то логические цепочки, можешь призывать? Да, можешь призывать. Так, как это делал кто? Так, как это делал Гуд относительно своей племени. И в Коране приходит, что адиты отвергли Гуда, алейхиссалям. Почему они отвергли, говорит? Они знали, кто такой Нух. И Гуд, алейхиссалям, говорит, вспомните, о мой народ, вспомните, кого? Возгру, из джаалякум, хулафаа мимбаади куми Нух. Вспомните, что Аллах сделал вас наследниками после народа Нуха. То есть то, что было с Нухом, его племя очень хорошо знало. И кто такой Аллах, его племя тоже очень хорошо знало. Но все равно они что сделали это? Они сказали, так, это они были какие? Они были слабые. Мы сильные. Да? Они плавать не умели. Да? Народ Нуха плавать не умеет. Мы умеем плавать, да? Как на сегодняшний день говорят. Если сегодня потоп будет, как во время Нуха, у нас есть там подлодки есть, там то, сё, мы сможем избавить. Нет. Возьмите, не в этом. Если наказание от Аллаха придет, то тебя ничего не спасет. Так вот, народ Гуда что говорит? Мадидтанабибаина. О Гуд, ты нам явный довод не привел. Ты нам не привел что? Ты нам не привел довод, ты нам не показал чудо. Если бы ты нам показал чудо, мы бы тебя что сделали? Уверовали бы тебя. Аллах, субханава тааля, в Куране, говорит, что почему вообще люди ширк делают? Придает Аллах, субханава тааля, сотоварищей. Почему? Потому что это легко. Для кого? Для нафса. Это легче для их нафса. Это легче, чтобы следовать своим страстям. Если ты веришь в Аллаха, Аллах говорит, так, вот это вот это не делай. Вот это вот делай. Вот это делай обязательно. Вот это вот это не делай обязательно. Говорит, вот этого придерживайся. Вот такими нравственными чертами должен мусульманин обладать. То есть поклоняться Аллаху, субханава тааля, для их наста тяжело. Поэтому они что делают? Они придумают. Полностью они говорят, мы полностью не верим. Нет, они так не говорят. Они говорят, мы верим. У нас тоже есть свой бог. Вот тот такой-то бог есть. У этого такой-то бог есть. Тот такого-то бога себе придумывает и так далее. То есть божества каких-то, идолов. И они нам повелевают, что иногда своровать можно. Там, если общество это не вредит, можно там где-то своровать. Можно там где-то обмануть, налоги не заплатить. Можно там, что я же обществу не увижу, можно там гаичнику что-то на лапу дать, как говорится, чтобы он отпустил и так далее. То есть, почему они делают чирк, почему они предаются товарищам? Почему? Потому что это легче для их нас. И на сегодняшний день у нас в религии ислам нет такого, что в исламе есть что-то внешнее и есть внутреннее. Внешне придерживается большинство внутреннего ислама, придерживаются особенные какие-то, очень богатые. У нас нет такого понятия вип-ислам. Все одинаковые. Бедные и небедные, все одинаковые. Религия от Аллаха, она всегда такая. Она говорит, что все люди одинаковые. И все люди должны вот это вот делать. И все люди должны вот это вот делать. Тогда будет нормально все. Тогда будет все хорошо. А вот те, которые заблудились, да, у нас, течениями считаются заблудшими. Такими как Багаия, Кадьяния и так далее. Вот эти вот секты, они уже мы не считаем мусульманами. Это не ислам. Почему? Потому что они начинают разрешать для нас те вещи, которые Аллах, Субхану Ва Тааля, запретил. Вот здесь такие вот, вообще, видите, ширк, философия ширка, она в чем состоит. Само вот закономерность ширка, это то, что твоему носу что легче, то выбирать. Если кто-то запрещает тебе что-то, если Аллах это запрещает, нет, есть там такое положение, где разрешается, говорит. С чего их началось заблуждение? У них там, понятно, они там маг сеют, да, наркотические вещества сеют. И ислам говорит, нет, запрещено, говорит. И вот там Гулям Ахмад и там эти начинают, нет, там Багаито ханафиты, это Багаито там ханафиты все. Ну проблема в чем, они говорят, нет, там, есть такой момент, ваши шейхи просто не говорят этого, да. Есть такой ислам, есть такие положения в исламе, скрытые, да, для элиты, не для большинства. В которых можно что-то сделать, употреблять. И вот так вот начинаешь, что таких обеспеченных людей рядом с собой собирать. И последствия что происходит? В последствии происходит, что в обществе элита, самые богатые, самые могущественные, сильные, они сектанты. Почему? Потому что для них вот так вот, им нужен такой ислам, такая религия нужна, в которой что? Да, есть определенные поблажки, есть определенные места, где можно что, выйти из общего положения. Но, если религия от Аллаха, нет такого понятия, что кто-то лучше, кто-то хуже. Для кого-то разрешено, для кого-то не разрешено. Общее положение все одинаковое. Поэтому, то, что принес Нух, алейсалям, то, что принес Худ, алейсалям, то, что принес Суалих, алейсалям, то, что принес правок Мухаммаду, алейсалям, все пророки, они что? У них религия одинаковая, у них религия одна. Все мы равны перед Аллахом. Нет никого, кто-то был лучше перед Аллахом, кто-то был хуже, чтобы этот лучше, у него приближенность к Аллаху больше, поэтому ему это разрешено. А у этого дальше, поэтому это запрещено. Нет такого понятия. Если религия от Аллаха, и ты придерживаешься от Аллаха, она что делает? Она полностью уравнивает тебя. Почему? Потому что для Аллаха мы все одинаковые. Мы все создания Аллаха, мы все его рабы. И Аллах одинаково от нас любит. И нет такого, чтобы Аллах говорит, вот тебе его пророк, вот это вот можно, а твоему племени нельзя. Или твоему племени вот это вот нельзя, а тебе вот можно. Кроме некоторых положений, относительно нравственности, которые говорится, что из-за того, что пророк Мухаммад был в нравственности своей полноценной, есть некоторые моменты, хусусия, те моменты, те положения, которые именно для пророка имеют отдельный формат. Почему? Потому что пророк, слава Аллаха, он самый полноценный, самый совершенный человек. Но в положении того, что он человек, он вместе с нами в одной категории. То есть, о пророк, из-за того, что ты полностью полноценный, не женись, нет такого. Наоборот, пророк, он тоже человек, поэтому он так же с нами что делает? Так же, как и мы, женится. Так же, как и мы, что делает? Кушает. И так же, как и мы, что делает? У него дети рождаются и так далее. Да вот что сказали, вот, Адиты, Гуда Алейсалям, как они его опровергли? И когда Гуд, Алейсалям, пришел с откровением от Аллаха, они сказали им с туристами, О, Гуд, ты нам явное знамение, карама, да, муджиза, чудо нам не показал. Поэтому мы что делаем? Поэтому мы можем сказать только то, что некоторые наши божества, да, боги их, идолы, из-за того, что ты с ними враждуешь, ты их порицаешь, они отправили тебе чего? Они тебе навредили. То есть отправили тебе джина, который в тебя вошел, и поэтому ты вот эти вот такие слова говоришь, тебе кажется, что ты говоришь от Аллаха, что тебе приходят откровения, а тебе что? Это говорит кто? Джин говорит. Что ответил Гуд, Алейсалям? Гуд, Алейсалям, сказал, после того, как он все, весь дават им сделал, все им рассказал. Гуд, Алейсалям, не как Муха, Алейсалям. Муха, Алейсалям, что 950 лет, что делал? Дават делал, постоянно, постоянно давать ему. Постоянно обновлял свой дават, новые виды давата делал. Гуд, Алейсалям, не так. Гуд, Алейсалям, пришел, давать им сделал, все доводы привел, и после за у веры тянь сказать нет почему потому что вот мы скажем что мы думаем да что ты умалишенный вот тебе джин есть ну вот так вот так ты нам ясное знамение показал поэтому тебя не уверен почему так происходит потому что мы еще раз говорим что оди ты они про ну алейсалям и что с ним народом происходило и что после народа ну а осталось то есть останки останки чего ковчега ноевского да но останки этих народов они все это видели это все перед их глазами было их прадеды еще его обучали вот такое то время было но алейсалям был вот так вот так это сделал они все это что из суста это все передавалось поэтому когда вот алейсалям пришел ему не надо что-то доказывать вы знаете же вы знаете просто вы что у вас кибр есть внутри у вас высокомерие есть поэтому вы богобоязнь здесь не проявляйте по отношению поэтому вы не боитесь алла то есть то что на земле может вам навредить людям вам это не вредит здесь очень важный момент наши ученые говорят из истории пророк мы что видим что большинство людей верит почему потом мало верит в аллах и не не совершают грехи совершает повеление аллах из-за боязни то есть сущность человека она такая что если ты ему скажешь если вот так вот сделаешь это будет хорошо если машину правильно поставишь на дороге это будет хорошо ты ему это скажешь он все как по как попало будет ставить пока ему гаишники приедет что сделать предупреждение сделать сейчас неправильно еще раз поставишь штрафы пишу еще раз неправильно поставишь потом что еще один штраф потом еще после боже у штрафа не будет уже справа прав лишу и тогда он будет делать большинство людей так и также вот здесь вот происходит что они и так-то боялись аллах они что боялись что то что придет ну алисалям тоже пришло племени но им тоже при но после того как аллах им дал могущество дал им силы и тогда они на что после уже кибр появился когда вот другие племена их может посечь то что постигла племя ну а нас не постигнет мы уже такие сильные мы что искал выбиваем себе жилье да на каждую гуру они начали что делать ставить замки свои и же тогда сказал им хут алисалям хут алисалям был из их числа он сказал факиду ниджамиан если вы говорите что я не вам не принес явных знамений я привез для вас разумные вещи да принес то что но алисалям приносил я вам доводы привел и теперь моя муаджиза будет в чем следующем говорит факиду ниджамиан вот все вы соберитесь и попробуйте меня убить вот так и сказал и ученые говорят вот здесь вот проявляется муаджиза проявляется чудо худа алисалям что никто из его племени сколько бы они не собирались или чтобы убить гуд алисалям они это сделать не смогли и вот в этом аяте дальше приходит почему гуд алисалям дальше не продолжил давать делать гуд алисалям говорит инна робби аля сироты мустаки я донес до вас я донес до вас за то что меня Аллах отправил они сказали да донес примите они сказали нет не примите и тогда гуд алисалям говорит инна робби аля сироты мустаки поистине прямой путь он у кого у Аллаха то есть кого хочет Аллах прямым путем ведет кого не хочет не ведет аля сироты мустаки когда говорится аля то есть на прямом пути каком формате имеется ввиду то есть Аллах призывает great прямом пути Аллах призывает прямом пути потом аллас жанна оставляет на прямом потомала на прямом пути когда горить на прямом пути то есть то что вы заблудились это желание ласканата после аллаха После того, как они отвергли призыв Худа, Аллах дает им еще время, говорит, еще время. Быть может, они что? Исправятся. То есть, не сразу после того, как они отвергли все, Худ, иди отсюда, сказали, мы тебя не уверуем, сказали. Аллах сразу Азаб не отправил, говорит, Аллах сразу наказание не отправил. Что сделал? Дал им возможность. Что сделать? Проявить богобоязненность, вспомнить. Быть может, они что сделают? Вспомнят, какое благо Аллах им дал, какое наказание за отсутствие щукра, благодарность Аллах отправил другим народам. Но что они сделали? Адиты, когда Худа прогнали, сказали, все, мы тебя не уверуем, дом Худа находился где? В низменности находился, говорит. Они что сделали? Они на каждую гору, на каждую возвышенность поставили охранников, говорит. Поставили что? Возвели. Как в Коране приходят, они поставили, крепость поставили, башню построили. И в этой башне все это не делали. Поставили охранников, чтобы они каждую ночь смотрели. Всю ночь, весь день смотрели, чтобы к Худу, если кто-то идет, сразу они его останавливали, ловили, и говорят, куда идешь? Они говорят, к Худу. Зачем? Он тебе вот это вот это хочет сказать? То есть он тебе вот такие вот вещи хочет сказать? Давай пойдем поговорим. И забирали в башню эту, с него разговаривали. То есть отвращали от чего? От прямого пути, от того, чему призывал Гуд, алейсалям. Относительно народа Худа, Адитов, Аллах, Субхану Ата'аля, в Коране не посылает суру. Она так и называется Худ. Эта сура самая тяжелая для пророка Мухаммада, саллаху алейсалям. Есть такой хадис, в котором говорится, что Сяяббатни Худун Ваахаватуха. Вот человек, он на голове быстро сидит. На голове быстро сеет. Какими-то, может, генетическими и так далее. Впоследствии генетических каких-то этих моментов, да, наследственно у него белые волосы появляются. Но вот в бороде, говорит, в бороде у человека появляется из-за чего? Из-за нервов, из-за стресса появляется, говорит. И пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, говорит, вот в бороде моей белые появились. После того, как сура худ был, они просто появились белые волосы. Вот такая белая линия появилась. Из-за чего? Из-за того, что в суре гуд, гудун ваахаватуха. Сура гуд сделала так, что у пророка Суаллаху алейсалям появились белые волосы в бороде появились. Белизна появилась в бороде. И ахаватуха, и также есть сестренки худа, то есть суры гуд. Есть такие же суры, в которых говорится, что какое Аллах, субхану алейсалям, наказание отправил народам. И первый момент среди наказаний, которое Аллах, субхану алейсалям, отправил, говорит, это Аллах, субхану алейсалям, в дуне наказал их, адитов, и в охране наказал, говорит. В дуне чем он наказал? Аллах, субхану алейсалям, отправил им ветер, говорит. После того, как они вот это все свои злодеяни делали, после того, как они гуду, козни свои, свои злодеяния, все сделали, гуд к ним приходит и говорит, почему вы не боитесь Аллаха? Аллах же вот так вот может вас наказать. Дуне может наказать, потом в ахирате может наказать. Все, давай, то, что ты нам обещаешь, уже все, надоело. Либо ты принесешь нам то, что ты обещаешь, наказание от Аллаха, либо мы что сделаем? Либо мы тебя так навредим, мы тебя убьем, мы тебя что, всякие разные виды наказания тебе сделаем. И когда они это сказали, говорит, сразу после этих слов, гуд, алейсалям, все говорит, все, вот теперь пришел. Гуд, алейсалям, все, вот теперь наказание неизбежно. То есть Аллах, субханава тааля, отправил вам наказание, ждите, оно уже в пути. И Аллах, субханава тааля, отправил племени Гуда, Адитам, ветер. Если простой ветер, он если дует, да, в сегодняшний день, то он даже вот одежду не проходит, да, есть такая одежда, которая что делает? Через нее ветер не проходит, ветер она не пропускает, холод не пропускает, ветер не пропускает. Так вот, тот ветер, который рихан сарсара, то есть Аллах, субханава тааля, отправил им ветер, который пронизывал их кости, говорит. То есть проходил через тело, пронизывал кости. И они видели, да, что верующие, когда Азаб пришел, Адитам, они видели, что идет ветер, то есть ураган идет, и через него, через этот ураган верующие свободно проходят. А неверующие что делают? Неверующие, которые были кафирами, в худо не уверовали, их ветер полностью забирает, полностью, как вот песок, ветер дует, по песчинкам его сдувает, вот так вот ихние тела сдувались, говорит. То есть по песчинкам, по частям. И все равно они не уверовали, говорит. Также наказание Адитов. Адитов. Такое наказание, которое другим племеням не было, другим общинам не было, неспользовано то, что дома Адитов полностью, Аллах Субханава Тааля, с лица земли стер. Есть ли, например, остатки других племен? Например, фараона, да, пирамиды есть, да? Племени фараона остатки есть. Самудиты, соли, халейсалям. Остатки есть, да? Мадайн, да, там, где они живут на сегодняшний день. Уля, да, город туда прямо экскурсии возят. Евреи Хайбара остались. Также Мадьян, строение Мадьян остались. Аллах Субханава Тааля, Адитов что сделал? Во-первых, он их уничтожил, говорит. А во-вторых, дома, где они жили, на сегодняшний день есть, вот, Петра там и так далее. Это всего лишь подражание на их дома. А так дома Адитов, они более были таким, более сложные, более искусственные были исполнены. Так вот, Аллах Субханава Тааля что сделал? Их дома уничтожил, а потом, чтобы остатки их не нашли, что сделал? Пустыню сделал с этого места. Песком засыпало. И много экспедиций, вот это вот, Рубль-Хали, пустыня Рубль-Хали, пустая четверть называется, да, на сегодняшний день. Туда экспедиций много было. Еще во времена кого? Во времена пророка Мухаммада, саламу, были экспедиции. Туда люди шли, чтобы разыскать, найти эти места. Так вот, из-за того, что они были высокомерными и гордились своими домами. Аллах Субханава Тааля именно сделал так, чтобы их имя осталось, аддиты. Но то, как они жили, их быт, какая у них культура была, каким богам они поклонялись, это все Аллах Субханава, все стер. Почему? Потому что это высокомерие. И чем человек высокомернее в этой жизни, тем меньше у него что? тем меньше о нем помнят. Если ты в своей семье, среди своих родственников сам высокомерный, тебя забудут сам первым. Если ты свое общение высокомерное строишь себе, что памятники строишь тебе при жизни, что сделают эти памятники, снесут. Воздаяние приходит в том формате, в том виде, в котором у тебя происходит твое преступление. Если ты в Дуне не можешь себя насытить, все в свой живот пихаешь, харам, не харам, не смотришь на это, то в судный день что ты будешь делать? В судный день у тебя наказание в аду будет, что ты будешь раздирать свой живот, как говорится. Если ты ешь рыба, рыба же вот, расставчичством зазеваешься, кредиты там у тебя разные берешь и так далее, в охране у тебя, и в могиле у тебя наказание, какое будет? Ты свои кишки будешь вырывать. Как приходит в хадисе, что пророк Савалал Асам видел наказание тех людей, которые в могиле мучаются. И так же, говорит, если ты что делаешь? Много врешь, гайбат делаешь, ты будешь за язык подвешен в аду. То же самое, если ты харам смотришь, тебя в глаза что будет заливать? Тебя за огненную лаву тебя в глаза будет заливать, если ты на харам смотришь. Если ты харам слушаешь, тебе что? Будут в уши заливать огонь. Так вот, это правило, оно абсолютное. Также есть очень важный момент, на сегодняшний день люди в предопределение мало верят. В предопределение мало верят и не верят в то, что каждому действию, каждому событию есть определенный срок уготован. И они стараются побыстрее сделать, побыстрее это заполучить, побыстрее сделать так, чтобы побыстрее это свершилось и так далее. И наказанием за это, если они харамным путем это делают, что будет происходить? Наказание, что это будет дальше от тебя отдаляться будет. То есть, чем быстрее ты хочешь это получить, тем ты больше будешь это получать. То есть, такой формат тоже момент, это правило, оно тоже, здесь тоже используется. Так вот, из-за того, что они были высокомерными, одиты, кибра у них был, хатта аляллах, до такой степени, что они сказали, что откуда ты знаешь, может, Бог среди нас, один из нас, До такой степени дошло, Аллах, что сделал, говорит, в этой дуне их наказал, таким наказанием, другие племена он не наказывал таким наказанием. И в Ахирате, говорит, в Ахирате, у них будет наказание еще сильнее. То есть, оно будет постоянным. В Коране, как приводится, инна лязина кафаруби аятина. Те, которые, что делают куфр, делают относительно наших аятов. Что будет происходить? Сауфануслигиннара. Мы сожжем их, говорит, сожжем их таким огнем, кулляма нады дядьчу люду, каждый раз, когда их кожа приготовится, мы поменяем их кожу на новую, чтобы они что сделали? Наказание вкусили еще сильнее. инна Аллаха азизун хаким, говорит Аллах. Поистине Аллах сильный, мудрый, говорит. То есть, когда, смотрите, видите, когда человек говорит, что он лучше Аллаха знает, лучше Аллаха знает, или говорит, что Аллах в этом моменте что-то неправильно сделал, или вот в этом моменте от этого вопроса, лучше бы вот такое было положение. Это то же самое, что говорит, что я лучше Аллаха знаю. Наказание за это будет такое же, как у адитов. Аллах говорит, зук, вкуси, говорит. иннака анта азизу карим, ведь это ты же, да, был такой могущественный, это ты такой мудрый, на, вкуси. То есть, есть ли более сильное наказание, чем наказание за то, что человек говорит, я бог говорил. То есть, это те люди, адиты, и то же самое фераун, который говорил, что я бог, и то же самое намрут, они из одной семьи. И наказание будет такое же, одинаковое. Аллах будет, каждый раз, когда будет их наказывать, они говорят, ты же бог, на, вкуси. Ты же бог, на, вкуси. Но наказание у них, в воду будет очень сильное, сильное. Аллах, субханава тааля, говорит, словами, кого аадитов. Они что сказали, гуду алейсалям? Они сказали им следующее. Савауна алейна ала азда, амлям такумминаль ваази. То есть, ты нам, вааз, говори, не говори, пользы нету. Все, мы не примем то, что ты нам принес. И наши ученые говорят, чтобы вааз говорить, надо таалим делать, сперва говорится. То есть, гуд алейсалям, аади там, все, что надо знать, он их научил. То есть, у них все в знаниях было. Они заблудились, они делали щирк, они делали кибр, высокомерие проверяли, многобожие совершали. на знаниях. На чем? На знаниях. И поэтому, очень важный момент такой, чтобы вааз слушать, чтобы вааз понимать, чтобы от вааз пользу получать полноценную, надо сперва что делать? Какой-то информацией владеть, что-то изучить, что-то прочитать. А то вааз слушаешь некоторых моментов, что люди говорят, о, хороший вааз, а ты не понимаешь, а в чем смысл, в чем проблема? И также здесь очень важный момент есть, что на сегодняшний день люди что говорят? Люди говорят, что мы атеисты, и атеисты, ну атеизм это же порицаемо, и чтобы их не порицали, они что говорят? Не, ну мы не атеисты, мы тоже верим, говорит, мы вообще ни во в чем не верим, нет такого, что вообще, ни в чем не верить. Мы верим, мы в чем верим? Мы верим в науку, говорит. Мы верим в все? Науку. Адиты тоже в науку верили. И Аллах субхану атаали, что сделал? Аллах субхану атаали, во-первых, кто бы их призывал, отправил, после того, как они сказали, нет, мы в только верим, что? Вааз, не надо нам говорить. Нас к чему-то побуждать, мотивировать не надо, от чего-то присострять не надо. Мы верим в науку, проблемы нету. То есть они так сказали. И Аллах, Субхану Аталию, что сделал? Отправил им такое наказание, что их разум, он что? Наука это была не объяснить. Также здесь есть польза какая, что результат, результат. В призыве будет, когда слушающий тебя человек готов принимать. А из-за того, что адиты, они были какими? Они полностью отрицали то, что им Гуд говорил, то, что Аллах им отправил. Гуд даже не продолжал им, вау, сделать. Им что-то говорить, им что-то предостерегать. Гуд, Алисалям, даже этого не делал. Поэтому вот важный момент. Чтобы человек получил от тебя пользу, он должен быть предрасположен, чтобы тебя слушать. А если он не слушает, каким бы ты шейхом не был, каким бы ты великим ученым не был, пользы не будет. И был у меня такой ученик, который говорил, вроде в Астане, там на западе, он западный сам был, на западе. К нам приходили шейхи приходили, ученые. На сегодняшний день, он после того, как он всю ересь оставил, и пришел к исламу, говорит, в сегодняшний день я к этим людям пробиться не могу, хочу, не могу, но в то время они что делали? Они перед нами сидели, они к нам приходили сами, но мы их не слушали. Как будто бы об всеми камни кидать, говорит. Вот так вот, вот такая польза, говорит, была. То есть мы вообще то, что они говорили, на сегодняшний день даже вспомнить не можем, говорит. Почему? Потому что они не были предрасположены для того, чтобы слушать. И в таком формате, когда человек не предрасположен, когда он тебя слушать не хочет, ему что-то говорить, это что? Это тоже бесполезно. И вот эта вот польза, она тоже в истории Адитов, и Гуда, алейсалям, тоже есть. И также в Коране, Аллах, упоминает слова Адитов, они сказали, Гуду, ин хаза илля хуликуль ауали. Что они сказали? Мы отвергаем тебя, о Гуд. Почему? Потому что наши прадеды, они вот так вот нас научили. То есть наши отцы, они нас научили, что помимо Аллаха еще кто-то есть, еще какие-то баржиства есть, поэтому мы им поклоняемся. И за то, что они щирк совершали, только из-за того, что они щирк совершали, другой грех, что они делали, они не совершали, они бесчестие не совершали на земле. Есть другие, как, например, народ люто, они что, ЛГБТ были? Да? Аллах из-за этого греха. Либо народ, кого? Салиха. Убивали всех проходящих мимо. Да? Разбуйничеством занимались. Обманывали, писахи и так далее. Адитов, что они сделали? У них был грех один. Какой? Они предавали Аллах, субхану аулах, со товарищей. Из-за этого, из-за одного греха Аллах, субхану аулах, что сделал, их уничтожил, говорит, полностью. И следа от них не оставил. И ни одного потомка Адитов нету. Всех их уничтожил, говорит. Так вот, вот здесь еще одно, есть очень хорошее назидание для нас. В том, что ума пророка Мухаммада, община пророка Мухаммада, у нее есть великое благо. Аллах, субхану аулах, дуа пророка Мухаммада, принял. Какое дуа? Пророк Мухаммад, сделал за нашу уму дуа. Приводится в хадисе, что пророк сделал три вида дуа. На два Аллах ответил, на одно не ответил. Пророк, субхану аулах, сделал дуа и сказал, что О, Аллах, попросил Аллаха, О, Аллах, сделай так, чтобы мою уму не уничтожил, не уничтожил какое-то напастье, какой-то катаклизм, например, землетрясение, либо ветер, ураган, либо какой-то дождь, химический какой-то. Аллах, говорит, ответил на эту дуа. Потом пророк Мухаммад, субхану аулах, сделал дуа, О, Аллах, сделай так, чтобы мою общину какая-то другая община не победила и полностью не вырезала, не уничтожила. И Аллах, говорит, ответил на эту дуа. То есть, вот эти два момента, азабу листерсваль называется, что полностью мою общину, пророк Мухаммад, попросил, О, Аллах, сделай так, чтобы мою общину полностью, какой-то катаклизм природный, либо какое-то другое племя, или какой-то другой народ, или какая-то другая община, другая религия, не пришла и не уничтожила. И Аллах, говорит, ответил на вот эти два дуа. И также третье дуа, которое пророк Саласан сделал, но на него ответ не получил. Это какое дуа? Пророк Саласан сделал дуа и сказал, О, Аллах, сделай так, чтобы среди мусульман не появился такой, который бы уничтожить эту общину. То есть, из числа мусульман кто-то такой не появится, который бы уничтожить эту общину. И Аллах, говорит, не ответил на этот дуа. То есть, на сегодняшний день проблема в чем? Проблема в том, что сами мусульмане, они считают себя мусульманами. Что делают? Ряд мусульман. На сегодняшний день те же войны, которые происходят. Они же происходят в что? Из позволения мусульман, из других мусульман. Мусульманских государств. И вот мы нашу свою религию не знаем, а другие наши враги, они религию нашу хорошо знают. И поэтому, что делают? Используют против мусульман. Не свою армию используют. Они используют других мусульман. Хотя другие общины, вот наша община, община провок Мухаммада, саллаху алейсалям, Аллах, субхану атааля, за какой-то грех определенный сказал, не будет наказывать нашу общину. А другие общины до нас. Они один какой-то грех совершали. Очень яростно, да, не отказывались от этого греха. Из-за этого Аллах, субхану атааля, их уничтожил. Но общине провоков Мухаммада, саллаху атааля, Аллах, субхану атааля, проявил великую милость и сделать так, что среди нас и ЛГБТ есть, и те, кто обманывает, и те, кто убивает, разбойничает, и те, кто, что делает? Обманывает нас. Все виды греха есть в нашей общине. Все совершают. Все совершают. Но все равно наказание, Аллах, субхану атааля, что делать? Полностью, чтобы вся ума была уничтожена, оно такое не приходит. Но вот что опасно? Что опасно? Какое вид наказания от Аллах, субхану атааля, опасен для нас, для нас общины? Это то, что Аллах нас заменит, говорит. Есть в Коране такой аят, если мы не будем следовать Аллаху и посланнику Пророку Мухаммаду. Я и галязина аману. У те, которые уверены. Если один из вас, кто-то, что сделает? Откажется. Если кто-то из вас, что сделает? Отойдет от своей религии. Муртадам саня. Фасалфа яйти лягу бикуми юхиб бугум юхибуна. Аллах, субхану атааля, заменит вас на таких, которые будут любить Аллаха, будут любить посланника Пророка Мухаммада, саллаху алисалям, и будут совершать то, что Аллах, субхану атааля, им повелел. Так вот, Аллах, субхану атааля, из-за какого-то нашего греха, что Аллах, субхану атааля, нас не накажет. Но что может сделать Аллах, субхану атааля? Он может заменить нас на других. Поэтому, если вы шариат, Аллах, субхану атааля, не исполняете. Если вы сунут Пророка Мухаммаду, саллаху алисалям, не исполняете. Аллах вас заметит, и все. На сегодняшний день в арабских странах те, которые придерживаются повеления Аллаха, те, которые придерживаются повеления Пророка Мухаммада, саллаху алисалям, что делать? Не подчиняться залимам, не подчиняться своим лжеправителям и так далее. Они не исполняют этого. Поэтому Мухаммаду алисалям что делает? Тысячами заводит в ислам кого? Европейцев, американцев и так далее. И они что делают? Свои правители останавливают. Они говорят, ты если на сегодняшний день не остановишь то, что там в Палестине происходит, геноцид этот, если ты там то, что там происходит, не остановишь, мы что сделаем? Тебя не будет здесь, говорят. Мы тебя уберем, говорят. Самые большие милиционеры не в арабских странах происходят, наоборот, вне мусульманских странах происходят. Поэтому вот этот момент, уже азаб Аллаха, на эту умму, он уже совершается, он уже приходит. Следующий момент, как Аллах, субханава тааля, последний пункт на сегодняшний день относительно адитов и народа Агуда, алейиссалям, как Аллах, субханава тааля, уничтожил? Первое, то, что постигло из наказания Аллаха, то есть, азаб Аллах, субханава тааля, отправил, но первое, то, что пришло адитам, это засуха. Поэтому, когда засуха уже пришла, вот приходит к своему народу и говорит, истагфируллах, попросите прощения у Аллаха, сделайте тауба, Аллах отправит, Аллах остановит наказание. А что сделали адиты? Адиты сделали то, что кафиры делали. До пророка Мухаммада салам, то есть, с времен кого? Нуха, алейиссалям, до пророка, алейиссалям. Вот это деяние кафиров, оно всегда оставалось. Что они делали? Какое-то племя, если их постигала засуха, они считали это что? Наказанием от Аллаха считали. Считали наказанием от Аллаха. Даже если кафиры они были, даже если они своих пророков не верили. И что они делали? Они приходили, каби приходили, приходили куда? В Мекку приходили. Каби приходили и делали дуа, чтобы Аллах, субхану ата-Аля, вот это вот наказание, засуху убрал. Даже если они кафиры, даже если мучрики, да. И также адиты. Даже если после Нуха, алейиссалям, кабу, что смыло водой, да, место, куда совершаются хачи, место, где каба находилась, оно было известно. и приводится в одних реваятах, в книге Байт-ль-Атик относительно кабы, приводится, что и Нуха, алейиссалям, и Гут, алейиссалям, и Салих, алейиссалям, то есть до Ибрагима, пока Ибрагим заново не выстроил кабу, они знали, где находилась каба, и они просто туда ходили и там хач совершали. Но не строили кабу, не возводили его заново. И одна группа из-за аддитов что сделали? Пошла, там был Масад и два человека, да, группа из двух человек пошли туда, Кайс и Марсад, два таких человека что сделали? Пошли кабе, чтобы попросить у Аллаха, субханава тааля, вот эта засуха прошла. То есть то, что совершают кафиры, начали делать и ну это не имеется ввиду, что на сегодняшний день просить дождь у кабы это является куфром, нет, просто это было ада, их необычай был, кафиров, такое делать. Если дождь не идет, пойдешь кабе и попросишь, все, и у тебя проблемы решатся. И дальше, дальше свой куфр совершай, да, в таком формате, как лайфхак своего рода они использовали. Они пошли туда, кабе, и у кабы в то время управлял, то есть той местностью управлял, кто такой человек, Мауэ ибн Абу Бакр, так его звали. Управлял той местностью, говорят, ну это ревоят такой, не слишком достоверный, да, но приводится в этой истории. И он очень сильно что сделал? Встретил, хорошо встретил их. Угощения дал и так далее. Дал им возможность гостить у себя, да, то есть до такой степени очень хорошо встретил, что они забыли, для чего они пришли туда. И когда они уже там месяц находились, месяц, месяц, там их народ мучается от жажды, они там месяц находятся. Мауэ удивился, говорят, эти пришли, чтобы у Кабы прийти что-то попросить и забыли, говорят. Поэтому они же, он говорит, ну как я им скажу, они же гости мои, вы для чего пришли вообще? Да, идите, то что пришли, идите, совершайте, да, он не может сказать, почему потом в последствии скажут, что своих гостей не очень хорошо встретил, а он там столько дел совершил, такое, так хорошо, встречает их там, кормит, они гостят у него. И что он делает? Он говорит своей рабыне, чтобы, говорит определенные слова, определенную песню, чтобы они вспомнили посредством этой песни, когда рабыни будут петь, чтобы они вспомнили, для чего они пришли. И эти двое вспомнили, говорит, вспомнили, для чего пришли, пошли к Абе, начали делать дуа, попросили у Аллаха, чтобы Аллаха отправил, что отправил? Они попросили, чтобы Аллах какую-то милость отправил, они попросили дождь, они попросили облако, говорит. И у них было обычай, говорит, просить вид облака, красное облако, белое облако, черное облако, они подумали, что черное облако наибольшим количеством влаги обладает, дождя обладает, поэтому они попросили, чего черное облако аллах черным облаком что отправляет урагана отправляет поэтому последствий пророк слова сам когда выходил на улицу видел черное облако всегда делал дуа у аллах она тали пусть в этом облаке не будет наказание пусть в этом облаке не будет азап после этого они что сделали они вернулись к нам народу и когда черное вот это облако которое они просили то есть наказание в этом мире и наказание в охране они сами у аллах выпросили своего рода и когда вот этот облако она начала наступать приближаться к одетам у талия салям вышли сказал ему было откровение да то чтобы он с этого места уже уходил азап идет аллах чтобы это метод уходил чтобы под вот этим облаком он не находился он вышел сам на русской вот это вот это облако там днем наказание то что вы просили успеете сделать толпа из тихо сделать последуйте за мной пошлите со мне со мной вместе что они сказали нет горы а за ари думан ты руна вот этого дождь а вот это облако от которого пойдет дождь после этого все наши проблемы уже решатся гута ли иссалям уходит облако приходит ураган начинается ветер саба лая лингра сама не таян 7 дней и 8 ночей этот ураган стоял в этой местности до такой степени что в первый день он все уничтожил во второй день уничтожил их дома впоследствии он туда принес что принес ветер крит принес ветер пуща песчаную бурю принес и накрыл эту местность и на сегодняшний день горит до такой степени аллах аната аля этих агитов ненавидит что на сегодняшний день какая бы экспедиция туда не шла чтобы найти эти раскопы обязательно придет песчаная буря обязательно что делает эту экспедицию остановит то что они там делали копали выкапывали же закроет после этого гута ли иссалям отправился куда отправился в мекку и остаток жизни своей провел где рядом с меккой рядом с кабой пока аллах субханава тааля не отправил ему малик аль-маут ангела смерти и не забрал его душу к себе крит и шалах на следующем уроке мы будем проходить самудитов до на следующей неделе народ салиха алиса но самую главную пользу какую мы берем относительно народа худо агитов его племени из то что кибр высокомерие она ни к чему хорошему не приводит из-за кибра человек сам может быть уничтожен аллах может одного человека уничтожить может целое племя уничтожить из-за кибра из-за высокомерия то есть одно из самых проблемных до самых пагубных болезней нас а это высокомерие из-за высокомерия что происходит и близали и близали гляна он был изгнан израиль из милости аллах из-за высокомерия человек совершает что делать как одеты совершают чирк говорят что я бог я никогда не болею из-за высокомерия фираун тоже сказал что он потомок божествен из-за высокомерия на сегодняшний день что делают ягоды что мы лучше арабов мы лучше вот эти мы должны обладать этими землями и так далее бомбят совершают геноцид то есть высокомерие это тот грех который говорит что и близко рит они будут следовать мне в чем будет следовать высоко и за высокомерие поэтому если тебе какое-то благо приходит и она приносите высокомерие то это не благо это что это наказание если какое-то что-то тебя есть и это приводит к высокомерию от этого надо избавиться пусть аллах даст нам возможность закончить эти уроки этот цикл и быть праведными проявлять смиренность по отношению к аллаху аната аля и полностью в таком формате чтобы аллах аната али был доволен в соответствии с сунной пророка мхаммада салла алисалям совершать деяния которые и начала приведут нас к довольству аллаху аната аля и дадут нам возможность посредством этого попасть в рай аллаха субхану ата аля вахрю дарвана не хамду лилляхи рубил а ламин роббан атина фиддунья хасана филах рати хасана макина азабанна рахматика я архаму рахмана